Свяки! Друзья, приветствую на канале! Сегодня в Литве прекрасный день, светит солнце на улице 0 градусов и я предлагаю вместе со мной прогуляться по красивому городку Марьямполе. Марьямполе это тот городок, в который хочется вернуться снова и снова. Мы здесь были всегда только летом, а сейчас решили зимой приехать и посмотреть, как Марьямполе выглядит зимой. У нас ночью выпал снежок и он еще не успел растаять, поэтому показываю вам зимний Марьямполе. Я еще слышала, что город Марьямполе называют городом граффити, потому что очень много здесь художников, которые вот так красиво разрисовывают дома. Марьямполе это тот городок, в котором ты даже зимой чувствуешь себя прекрасно, потому что здесь очень много отремонтированных зданий, все очень смотрится симпатично и также здесь очень много домов, на которых есть красивые яркие граффити и это очень все здорово смотрится. Здесь около центра города есть улица, которая выложена камнями. На машине, конечно, неудобно по ней ездить, ходить нормально, но это смотрится очень симпатично. Летом в Марьямполе вот возле этого культурного центра очень много цветов. И вообще город Марьямполе это город цветов, но я скажу, что и зимой этот город прекрасно выглядит. Сейчас мы идем посмотреть, как отремонтировали мост, потому что когда мы снимали видеоролик про Марьямполе, мы были здесь летом и вот там вдалеке, вы видите, там мост был в ремонте. Сейчас мы поглядим, как его отремонтировали и как он выглядит. И показываю, как снизу выглядит этот новый мост. Смотрите, какой новенький мост. Это ответ тем, кто говорит, что в Литве все ломают и ничего нового не делают. Также вы можете наблюдать, что с двух сторон от моста сделана велодорожка. Помимо пешеходной дорожки есть еще для велосипедистов дорожка. И, конечно же, возле моста посадили цветочки. Марьямполе украшает всегда все места красивыми кустарничками и цветочками. В городе Марьямполе огромное количество велодорожек. Летом здесь здорово кататься на велосипедах. Радует, что в Литве набережные не заливают бетоном. Здесь вы можете видеть, что под снегом видна травка. И летом можно спуститься прямо к реке. В России у людей есть такая пословица, что весна покажет, кто где нагадил. Говорят они так, потому что когда весной тает снег, то из-под снега виден мусор, который в течение зимы люди выбрасывали. Но в Литве мы видим, что никто нигде не гадил, потому что тает снег и все везде очень чисто. Нет ни мусора, ни собачьих какашек. Сейчас мы пройдем под этим мостом и окажемся на той стороне парка. И вы можете видеть, что этот мост тоже разрисован. Город Марьямполе – это город не только цветов, но и город граффити. Здесь все везде разрисовано, все ярко, красиво. И это придает шарм городу. Мне нравится, что в Литве брусчатки делают вот такие яркие оранжевые, а не серые. Потому что зимой, когда в Литве мало солнца, все это поднимает настроение. Также Марьямполе еще город фонтанов. Летом здесь очень много в парке фонтанов. Но и сейчас мы можем понаблюдать, как бежит речка. У нас есть свой список любимых городов в Литве, в которых мы уже побывали. И Марьямполе является одним из этих любимых городков, которые нам очень сильно нравятся. И сейчас, побывав зимой в Марьямполе, я поняла, что он даже красив и зимой. Вы можете в любое время года приехать в этот город, и вы не разочаруетесь. Марьямполе – это тот городок, в котором сделано все для пешеходов и для велосипедистов. Здесь очень большое количество парков и скверов, которые отремонтированы, и они прекрасно выглядят. И здесь можно кататься на велосипедах, ездить на самокатах и просто гулять, наслаждаясь красивыми пейзажами города. Этот парк в Марьямполе называется «Поэзиоспаркас», «Парк поэзии». И я скажу, что неспроста у него такое название. Когда гуляешь здесь, в этом парке, то у тебя появляется вдохновение. В Литве очень здорово, что между городами небольшие расстояния, и если ты живешь в одном городе, и тебе наскучило, тебе хочется чего-то новенького, ты можешь сесть в машину и поехать в соседний городок. И буквально за 30 минут, за 40, либо за час ты уже будешь в другом городе, и можешь погулять там и развеяться. В Литве уже оттаяли все озера и реки, и уточки могут спокойно уже плавать. И вода кристально чистая, можно прям разглядеть дно. Не плавают никакие бутылки, никакой мусор, все идеально. В Литве любят мелочами все украшать. Посмотрите, возле набережной какие красивые камешки, как все здесь замечательно выложено и очень здорово смотрится. Многие показывают в Литве вот такие здания, говорят, смотрите, как разрушена Литва, смотрите, какие здесь нищие люди. Но на самом деле, посмотрите наверху, верхние окна, если вы видите, они уже обтянуты пленкой, здесь идут работы. Только что сейчас я слышала, как здесь работает перфоратор. Скорее всего, это здание выкупила какая-то строительная фирма и переделывает это все под жилые квартиры. И в скором будущем это старое здание отремонтируют, сделают его очень красивым, и будут здесь жить люди. И это в Литве так часто делается, к примеру, в том же городе Преный мы видели там казармы, которые сейчас фирма выкупила и делает из них жилые дома. И цены там изначально, когда только начинают реновировать дом, приемливые, но потом, когда дом отремонтируют, они уже становятся высокими. А сейчас вы можете видеть на экране очень симпатичное здание. Нам оно так понравилось, что мы решили подойти и разглядеть его поближе. Здесь есть табличка, что это здание 1927 года постройки. Ему почти 100 лет, и посмотрите, как оно сохранилось. В этом здании находится перегриму Центрос, также здесь библиотека и архив. И вот это здание, в котором сейчас ведутся ремонты, оно находится возле вот этого красивого дома. И, кстати, позади этого здания, в котором ведутся ремонты, находится набережная, по которой мы сейчас с вами гуляли. И когда здесь сделают все, отремонтируют дом, я думаю, что квартиры будут очень дорого здесь стоить, потому что место очень хорошее. И если меня смотрит кто-то из Мариамполи, то обязательно напишите в комментариях, действительно ли здесь будут квартиры. Но ремонты идут, и я предполагаю, что, скорее всего, здесь будут квартиры жилые. И если вы знаете, что за фирма, это все ремонтируют, то тоже напишите. Я бы хотела посмотреть, сколько будут стоить здесь квартиры. Здесь в Мариамполе очень тихие, красивые улочки, и можно просто по ним гулять и наслаждаться тишиной и красотой. Очень красивая божнича. И вот сейчас с главного входа покажу, как она выглядит. Друзья, ставьте лайки, если вам тоже нравится эта божнича. Предлагаю вам зайти еще внутрь и посмотреть, как она выглядит внутри. Вот так в Мариамполе выглядит глобус на Мэй. Это дом помощи. Возле божнича находится вот такой красивый старинный домик. Он отремонтированный. И здесь в Мариамполе много таких домиков. И когда здесь ходишь, то такое ощущение, что ты попал куда-то в старину. Но эти дома очень хорошо выглядят. Они отремонтированы, и приятно ходить по этим улочкам и смотреть на всю вот эту красоту. И это здание, это тоже глобус на Мэй. А это дом одного из бывших президентов Литвы. С 1904 по 1914 годы здесь жил Казис Гринюс. Это, наверное, больница. Здесь скорая помощь стоит. И здесь тоже есть вот такое симпатичное граффити. Посмотрите, даже на здании больницы разрисовали в Мариамполе красивые рисунки. Вот еще на здании можете посмотреть интересное граффити. Вышли сейчас вот на эту улочку. И посмотрите, здесь двухэтажки и трехэтажки. Они полностью все отремонтированы. Очень красивая улочка, мне прямо нравится. Мы когда первый раз оказались в Мариамполе, нам этот город очень сильно понравился. И мы даже хотели сюда переехать жить. И смотрю сейчас, несмотря на то, что зима, все равно здесь очень красиво. И есть чем заняться даже зимой. А вот это такое красивое здание, это здание является психологическим стационаром. И напротив него здесь очень симпатичный скверик. Тоже весь отремонтированный. И здесь много лавочек и велодорожек. Летом здесь фонтанчик. И также очень-очень много красивых цветов. Заснеженные Мариамполи выглядят потрясающе. И, кстати, друзья, обратите внимание, все эти дорожки здесь посыпаны песочком, чтобы не было скользко. А то иногда некоторые говорят, что в Литве не чистят снег и не сыпят песочек. И я вам показываю наглядно. Здесь везде по тропинкам рассыпан песочек, чтобы не было скользко и люди не подскользнулись. И можно здесь спокойно ходить и даже ездить на велосипеде. Мы с вами прошлись по парку, по набережной. И вышли сейчас в один из центральных скверов. И здесь открывается очень красивый вид. По Мариамполи гулять одно удовольствие. Мы прям не пожалели, что сегодня приехали и здесь прогулялись. И сейчас поближе сниму вам эту божничу. Вот такой вот сбоку вид открывается. И можете посмотреть, какая здесь красивая ухоженная территория вокруг. И здесь, кстати, есть еще коттеджи. В Мариамполи население примерно 35 тысяч человек. И город небольшой и очень удобный. Удобный в том плане, что здесь даже пешком можно все обойти очень быстро. Мы, к примеру, приехали где-то в обед в этот городочек. И уже к 4 часам мы обошли практически весь город. Мне очень нравятся такие небольшие городки в Литве. И вы сейчас на экране видите библиотеку города Мариамполи. И что интересное мы узнали? В Литве читательский билет стоит 1 и вроде бы евро. И с этим читательским билетом вы можете брать книги в любой библиотеке Литвы. Мы завернули с центральной улочки во дворы и увидели вот такой дом. Я вижу, что это дом новой постройки. Шикарный дом. И у него здесь детская площадка хорошая. Ну и перед тем, как заканчивать видеоролик, хочу вам показать железнодорожный вокзал в городе Мариамполи. Мы его сами видим первый раз. Все разы, когда мы были в Мариамполи, мы почему-то никогда сюда не заезжали и не видели этот железнодорожный вокзал. Красивое здание и железнодорожный вокзал находятся прямо рядом с автовокзалом. Вот здесь автовокзал города Мариамполи. Красивая архитектура у этого здания. И здесь стоит вот такой колокол, в который даже сейчас можно позвонить. Он рабочий. На этом мой видеоролик подошел к концу. Большое спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И если вы хотите поддержать мой канал, то вы можете стать спонсором моего канала. Возле кнопочки подписаться есть кнопочка спонсировать. Ну а я с вами не прощаюсь. Мы увидимся с вами в новых видеороликах. Всем всего хорошего. Висогяро ики. Субтитры сделал DimaTorzok